В республике идет активное строительство жилья. В целом для многодетных семей до 2025 года будет построено 40 тысяч арендных домов. Это значит, что ежегодно более 6 тысяч семей получат ключи от квартир. Для реализации этой цели на 7 лет предусмотрено 350 миллиардов тенге. Вот и Сейдахметовы, воспитывающие четверых детей, получили арендное жилье. Акимат купил дом по госпрограмме и предоставил им в аренду. Есть огород, ежемесячно платят кварплату. Глава семейства работает в воинской части, а супруга в декрете. Десять лет не снимают квартиры. Где только не снимали, люди снимают. Вот в 2015 году, когда у меня дочка игралась, мы встали в очередь, как нуждаешься в жилье в этом районе. И вот в 2019 году, в декабре, в 16-го, в День независимости, мы получили ключи от квартиры, получается, как арендное жилье нам дают. Мы знаем, что нас никто не угодит из квартиры. Бабушка Зайра отмечает, что сейчас она у них помощница. Ведь внуки дома и на онлайн-уроках. Я пенсионерка. Моя невестка с сыном воспитывают четверых детей. Я счастлива. Рада от души. За спиной своих детей ни в чем не нуждаюсь. И государство помогает. А это семья Мусабековых. Они получают пособие на ребенка-инвалида до 16 лет и по уходу за ребенком. Мама сейчас работает помощником воспитателя. Отец занимается частным извозом. Ежемесячно вносят плату за арендное жилье в размере 6547 тенье. Мы живем ради детей, отмечает мама. Наша семья получила эту квартиру трехкомнатную по программе, как семья воспитывающая детей инвалидов. Вот. И ранее мы проживали в ауле Берсуат. Держали хозяйство. Муж работал механизатором. Как предоставили нам квартиру, мы решили переехать в районный центр. Потому что ради детей. Чтобы дети развивались наши. Чтобы для них как бы были лучшие условия для всего. Для учебы, для саморазвития. Детей в этой семье четверо. Все они талантливы, несмотря на то, что у двоих проблемы со здоровьем. Занимаются мини-футболом, плаванием, пишут картины. Есть и участники сурдоолимпийских игр. На обеспечение жильем этих двух семей было выделено 16 миллионов 800 тысяч тенге, по 8 миллионов 400 тысяч на каждую. Отметим, что с 2020 года по инициативе президента 10 тысяч семей получат возможность приобрести жилье по программе Бахатта от Паса. Жамал Габдулина, Ольга Мустафина, Тимут Таласпаев, Жамбул Балтаев, Кухще, Ахпарат.